И я загадаю желание попроще, Отцу помолившись, взгляну на восток. Вот так, напевая любимые мелодии под звуки гончарного круга священника Анатолий Оглоблин и супруга Наталья ведут семейное дело. Только здесь отец Анатолий может позволить себе сменить церковное облачение на фартук. В домашней мастерской порой проводят дни напролёт. Ремесло называют отдушиной. Здесь можно отвлечься от мирских забот и посвятить себя любимому искусству. Большинство апостолов были рыбаками. Апостол Павел, он вообще не жил за счёт церкви. Он всегда трудился сам, то есть он изготавливал палатки. Любое ремесло, я думаю, внутренняя часть человека, оно всегда влечёт к добру. Это к добру и каким-то милосердием. То есть любой труд, он же всегда благораживает человека. Заготовкой глины занимаются тоже сообща. Добывают материал для своих работ недалеко от села Субботино. Расписывает изделия матушка Наталья. Художница придумала даже свой бренд. Мой любимый орнамент, наш фирменный такой. Это шишка сибирская. Мы очень любим. Ну, это как бы наше лицо. Гончарные изделия Наталья расписывает в стиле майолика. Глину покрывают слоём глазури и запекают в печи, которую, кстати, сложил сам отец Анатолий. Здесь при тысяче градусах краски становятся на несколько тонов ярче. Достаем из печи готовые изделия. Для нас это большой праздник, потому что мы всегда не знаем, что получилось. Краски меняют свой цвет. Глазурь бывает растекается по-разному. И поэтому, когда достаёшь изделия, такие новые, блестящие, горячие, это здорово. Крынки, колокольчики, предметы интерьера и посуда, которую можно использовать в быту. Изделия, как правило, в мастерской не залёживаются сейчас. Семья готовится к предстоящей выставке в Красноярске. В основном это будет сувенирная продукция, которую легко увезти туристам с собой, подарить кому-то в подарок, потому что приезжают люди и со всей страны, так же, как и на летний мир Сибири здесь будут и иностранцы. И, в общем, наша керамика – это, наверное, такое достояние Шушенского, достояние Красноярского края. Такое никто не делает. У нас есть свой личный орнамент «Сибирская шишка». Свои лучшие творения они представят 2 марта во время Всемирной универсиады. Главная задача, которую перед собой поставили супруги – это показать гостям спортивных состязаний всё разнообразие и красоту русской, сибирской культуры. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова